МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Суть Дела. Российский межбанковский рынок столкнулся с дефицитом рублевой ликвидности после оттока денег в бюджет и операции Центробанка, забравших из системы более 2 триллионов рублей за несколько дней. Ставка Моспрайм, отражающая стоимость рублевых кредитов овернайт, подскочила с 6,4% в понедельник до 7,19% в четверг, максимума с сентября аж 2019 года. Деньги на межбанковском рынке подорожали на все сроки. Моспрайм на 7 дней улетела к отметке 7,15% годовых, хотя начинала неделю на уровне 6,54%. Кредиты на месяц стали стоить 6,93% против 6,72% три дня назад. Ставки говорят о явном локальном дефиците рублевых средств, отмечает ведущий аналитик открытия брокер Андрей Кочетков. Нехватка ликвидности затронула даже топ игроков. Ставка Руония, которая отслеживает операции крупнейших банков по необеспеченному межбанковскому кредитованию, в среду взлетела с 6,24% до 6,59%. В погоне за ликвидностью банки устремились на рынок свопов, собрав все доступное предложение в биржевом стакане. Ставка овернайт в среду подскакивала до 7,5% уровня, на котором рубли предлагает Центробанк. Дефицит рублей вызвали налоговые платежи в бюджет и депозитные операции ЦБ, отмечают аналитики Сбербанка СИП. Во вторник регулятор провел аукцион недельных депозитов, на которые банки разместили 1,8 млрд рублей, на 400 млрд больше, чем недели ранее. В тот же день около 900 млрд рублей из системы забрал бюджет в рамках платежей по налогу на добычу полезных ископаемых. Суммарный отток ликвидности в связи с налоговыми платежами и расчетами по операциям ЦБ достиг 2,2 млрд рублей, оценивают в Сбербанк СИП. В результате остатки банков на корсчетах в ЦБ сжались до трехмесячного минимума в 1,8 трлн, ниже которого опускались дважды в этом году. Это на 200 млрд ниже требуемого уровня, что следует из оценок Сбербанк СИПа. Аналитики прогнозируют, что дефицит рублевой ликвидности сохранится до начала следующей недели. Исправить ситуацию могут операции казначейства, которая размещает в банках свободные остатки. В четверг ведомство предложило 100 млрд рублей на 63 дня при спросе в 173 млрд. Дефицит ликвидности отражается также и на укреплении рубля. В конце недели курс доллара с расчетами на завтра на московской бирже обновил минимум с начала июля – 0,730 и 0,01 рубля. Евро удержался ниже отметки 87 и торговался по 86-87 рубля. Все эти операции ЦБ привели одновременно к положительному результату в виде роста курса рубля по отношению к доллару и евро и к отрицательному в виде роста стоимости кредитов. Таковы законы рынка. Ужесточение денежно-кредитной политики всегда, впрочем, как и смягчение, дает двойной результат. Это была суть дела. Все будет хорошо. В исторической перспективе.